В этом учебном году школьников и их родителей ожидает немало изменений. Сегодня в Тарасской многопрофильной школе гимназии номер 41 состоялось общее родительское собрание. Насколько теперь сократится учебная нагрузка? Какие языки будут изучать в школах? Об этих и других изменениях в системе образования страны расскажет наш корреспондент Валерий Татарников. Переход на обновленную программу образования в нашей стране только начинается. В 2016-2017 учебных годах на нее перешли первые классы всех школ страны. С 1 сентября этого года изменения ожидают учеников 3-х, 6-х, 8-х и 10-х классов. В 2019-2020 году, 4-х, 9-х и 11-х. Всего поэтапное обновление образования займет 4 года. Пока многие из родителей не слишком хорошо ориентируются в этом важном процессе. Поэтому в многопрофильной школе гимназии номер 41 и прошло общее родительское собрание, где каждому буквально на пальцах разъяснили о том, что ждет их детей в этом учебном году. Внедрение английского языка в обучение предметов естественно-математического цикла. И как раз таки наша школа, наша гимназия является одной из школ, которые опробируют этот эксперимент. И в этом году у нас некоторые восьмые классы перейдут на изучение предметов, таких как физика, химия, биология, информатика. Изучение этих предметов будет вестись на английском языке частично. Кроме того, в этом учебном году в школах страны будет внедряться система электронных школьных журналов «Кунделеки-Зет». Теперь каждый родитель под своим логином и паролем сможет получить доступ к электронному дневнику ребенка, узнать его оценки и домашнее задание. На портале создана и социальная сеть для общения. Войти в нее могут только зарегистрированные пользователи. В целом теперь рабочие учебные планы будут согласовываться с родительским комитетом и попечительским советом. Это также одна из особенностей этого учебного года. Конечно, это очень радует, что постоянно обсуждение ведется именно с родителем. Потому что мы как родители переживаем, что нового и насколько оно будет эффективно. Но пока что все, что новое вводилось, было очень эффективным. И за тот период, который мы прошли, то есть по новой программе уже идем четвертый год. В завершении общего родительского собрания было отмечено, что теперь для школьников будет сокращенный объем домашних заданий. По расчетам, ученикам придется тратить на домашнюю работу примерно на треть меньше времени. На праздничные дни и каникулу не будет задаваться ничего, кроме проектных работ, задач для углубленного изучения математики и чтения художественной литературы для общего развития. Валерий Татаренков, Азад Байтимир, 77 News.